Привет, нвахи. До меня дошли слухи, что в Скайрим не актуален в 2020 году. По этому поводу генерал Тулей выразился длинным протяжным пиком. Ну а теперь и на болевшем. Я помнится рассказывал вам уже, насколько больная для меня тема дом в Скайриме. И действительно, довольно много домов-то, но все они не удовлетворяют моей потребности и даже наполовину. Казалось бы, ну в чем проблема, выбирай любой мод, которых уже несколько тысяч, и устанавливай, будет тебе хоть крошечная уютная лачуга, хоть замок покруче, чем синий дворец. Ну и тут все не так просто. Самая распространенная проблема, когда ты сам не можешь объяснить, чего хочешь. То есть параметры вроде бы есть, по которым ты ориентируешься, но вот чего-то вечно не хватает. Впрочем, если смириться с тем, что идеала не существует, можно действительно найти огромное множество отличных домов для игрока. Но я настолько придирчив, что ни один из них, как бы авторы не изворачивались, не подошел лично мне. И тогда я понял, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Получится не идеально, но хотя бы удобоваримо. Это как раз про меня. Инструментом я владею весьма посредственно, однако дело сделано. И сегодня я хочу поделиться с вами своими наработками. Авось кому-то тоже понравится. Итак, как вы сами, наверное, знаете, дома из модов действительно делятся на маленькие лачуги и огромные замки. Первые по причине их размеров легче обставить разными мелочами, поэтому с точки зрения дизайна они, как правило, красивы настолько, что закачаешься. Полно статичных объектов, все вот эти вот блюдца, кухонные краны, валенки на корючки и прочее. Все это в копе с маленьким пространством и хорошо поставленным освещением создает невероятную атмосферу уюта. Но тут есть и обратная сторона монеты. Свободное пространство. Его нет. Помещения строго функциональные. Алтари, стойки, дай бог пара манекенов. Если уместили стенд для масок и парагонов, это прям вообще дизайнерский подвиг. Некоторые умудряются даже бассейн иногда вклинить в эту вот тесноту. Да, куда уж с ромской Риме без бассейна. Впрочем, некоторые НПС в игре выглядят так, что им действительно не помешало бы побывать в бане и получить там веником по жопе. Ну так вот, в таких вот избушках не развернуться. Забавно, увеличение размеров редко помогает, ибо чувство меры, дело тонкое, где тонко там рвется. Огромные усадьбы просто гигантские, с десятком бассейнов, я не шучу. В некоторых замках их реально в районе десяти. Просторы такие, что эти казематы впору сравнивать с цитаделью из Mass Effect. Разумеется, обставлять мелочами такие просторы, настраивать освещение очень хлопотно. Поэтому авторы часто на это забивают. Зато в таких замках есть куча ненужного барахла. И НПС, разумеется. Да, я долго искал золотой середины, и надо же, нашел. Но, как оказалось, есть и третий тип домов. Стендовые дома. То есть, по факту, это набор витрин для всякой фигни. Беда в том, что в этих случаях почему-то страдает дизайн, и на архитектуру без слез не взглянешь. А между тем, стенды для меня это самое важное. Я манчкин. Я просто обожаю, получив награду, получив там, скажем, какие-нибудь валенки до вакина, да, прийти домой и повесить их на гвоздь, чтобы потом любоваться. Вот какой я молодец. Однако беда в том, что в Скайриме этих вот наград столько, что пошла вам треснешь их собирать. А стендов почему-то, дай бог, пара десятков. Вы их уже не раз видели. Стенды для масок драконов, для парагонов, для когтей, древних свитков и черных ник. Практически исчерпывающий список. Иногда можно встретить и экзотику, типа мест для интересных вещиц, вроде тарчи кровожадности, итериевых артефактов, карты драконьих захоронений. Эти меня, кстати, привлекли моды Двимерское поместье и Упежище Раека. Во втором, казалось бы, больше всего этих стендов, а благодаря малому пространству дизайн там шикарен. Собственно, я там и хотел поселиться, но каково было мое разочарование, когда я не нашел там стенда для амулета Сартала. Вы скажете, ну что за бред, разве это важно? А я отвечу, да. Для меня, да. Ну, еще там больно шумно из-за подводного течения. Поэтому мой выбор все-таки пал на Двимерское поместье. Как я уже говорил, я не умею создавать моды. Максимум, на что я способен, это изменять уже имеющийся. Это я не прибедняюсь, если что. Изменять все это оказалось очень непросто, уж поверьте. Просто говорю о том, что назвать этот мод своим я не могу. Это несколько модов разных авторов, доработанных и объединенных мной. Я им очень благодарен за эти ресурсы, потому-то я не имею морального права выкладывать свой мод на сайтах вроде Нексуса или Гейммодса. Ведь авторы мне такого разрешения не давали. Ограничусь Яндекс.Диском. И да, пока не забыл, мод делался для версии Спешл Эдишн, потому что именно на ней я играю, ведь мод я делал исключительно для себя. Так вот, ближе к делу. Давайте я сперва расскажу о самом доме, двеймерское поместье, которое я взял за основу. Это действительно усадьба, основанная на ретекстурированной архитектуре двеймеров. Точнее, я взял ретекстурированную версию. Есть и классическая, но мне не нравится жить в руинах, а тут все цивильно и красиво. Больше чем-то даже смахивает на алейдскую архитектуру. Но в двеймерском стиле. Забавно. Штукатурка от алейдов, а архитектура от двеймеров. Вот. Находится он неподалеку от Аверстеда, в интересном и красивом месте. Рядом со входом в подземелье, плюс на горе. Получился очень живописный подход с водопадом. Даже для конюшни места хватило. С центрального входа мы попадаем в главный зал, само поместье. Зал довольно большой, но не огромный, что радует. Сразу же в глаза бросается бассейн. Ну да, куда уж без него, однако, совсем без бассейна было бы скучно. А он тут есть и небольшой. Есть один такой автор на Нексусе, бассейн и Фил. Он их такими огромными делает, что озеро Ромера кажется лужей. А тут нет, все довольно-таки сдержанно. Тоже можно сказать о микродизайне. Мелочей много, но они не броские и создают атмосферу уюта. Впрочем, тут, конечно же, есть к чему придраться. Во-первых, слишком уж много свечей. Повсюду. Никакого света они не дают, просто для красоты тут стоят. И ламп полно, и люстр. Зачем так много источников света? Хватило бы нескольких ламп. Но почему-то здесь повсюду горят жаровни и двемерские факелы. Видимо, автор их любит. Как по мне, он с ними явно переборщил. А во-вторых, освещение тут оставляет желать ужина. По левую руку от входа у нас барная стойка. Зачем-то. И комнаты гостей, и жильцов дома, что вполне удобно. Всего 12 кроватей. Кстати, жильцов тут тоже хватает. Есть и некое подобие Тана, и торговцы, и алхимики. А еще есть три уникальных двемерских геноида. Геноид — это андроид женского пола, звучит на словах красиво. По факту без слез на эту прелесть смотреть я не могу. Я бы в слове «двемерский» убрал приставку «две». Или заменил на «три», потому что тут и правда три мерзких железных тетки. Ну да ладно. В левой части также есть казан и печь для любителей кулинарии, причем с честным освещением с тенями. Остальное освещение поместья, как я уже сказал, чисто двемерское. Ну, то есть как в руинах, мерцающие омни-лампы. Вы извините, если иногда буду переходить на птичий язык. После двух недель сидения в редакторе еще и не так заговоришь. Но нас, во всяком случае, меня больше интересует правое крыло. Здесь есть аж две комнаты. Кузница и, ну, скажем так, алхиматорий. Кузница довольно просторная. Тут есть и обычная наковальня, и красиво ослепленный аналог кузницы Этерия. Ну, то есть он внешне выглядит как Этериевая кузница, а по факту она имеет функционал Небесной кузницы. То есть в ней можно ковать Небесное оружие, да и потом, если вдруг кто не знает, это уникальное сооружение. Поэтому многие мододелы, чтобы не засорять список крафта обычной наковальни, пихают свои шмотки в крафт-лист именно Небесной кузницы. Так что теперь вещи из модов можно вылепить из скатла прямо здесь. Есть все нужные верстаки. Две кузни, половильня, дубильня, точильный камень и верстак. Так и урастак. Переходим во вторую комнатку. Тут все, что связано с магическим крафтом. Стол зачарователя, алхимический стол, зачарователь посохов. К сожалению, никакой автоподгрузки нет. В общем-то это все, смотреть тут больше не на что. Рядом девять грядок, где можно посадить ингредиенты. По центру зала обеденный стол со статичной едой. Декорация не более. Отсюда дорога идет аж в три места. Первое – подвал. Собственно, помимо того, что это подвал, это еще и обиталище местных железных дев. Кстати, тут красивый холодильник и двемерские механизмы. Увы, все это лишь декорация, бегать смотреть на которую в подвал захочется, наверное, не каждому. Хотя, возможно, здесь я ошибаюсь. Ниже по течению есть торговец из гильдии воров, скупщик краденого гата редиска. А еще тут есть замаскированный вход в спальню для вампира. Тут тебе и гроб, и грязь, и кровь с говном на стенах. Не понимаю, почему вампиры не могут жить в чистоте и порядке, как все родили. Вон, берите пример с Януса Гасселдора. Это как чмошники какие-то. Хотя, если так подумать, наверное, именно так выглядят вампиры в представлении автора. Не, ну, может быть, какой-нибудь естествующий инвах найдет в этом некое великолепие. Но даже тебе, мой дорогой естествующий инвах, будет впадлу бегать сюда на своих корявых двоих. Просто потому, что телепорт в поместье ведет в другую спальню чистую, со стирными простынями. Ужас какой. Выбираемся из подвала на воздух. В центральном зале есть портал на балкон. На этом балконе можно весело проводить время. Можно пассать против местного дикого ветра. Можно всласть покричать матерные туумы. Кстати, часто дома располагают в модах без оглядки на респаун противников. Это поместье не избежало такой участи частично. Тут по левую руку часто кукует дракон. Вроде и вдалеке, а вроде и кукует гад. Впрочем, это иногда даже плюс. Всегда знаешь, где можно найти душу на съедение, верно? Ладно, хорошо поморозить, пошли в помещение. Собственно, вишенка на торте. Без преувеличений. Спальня. О да. На самом деле, сама спальня тут есть. И занимает она довольно мало места. Господи, смотрите. И тут нашлось место микробассейну. И это еще что? Я рылся в ранних версиях этого дома, и там была нереализованная комната с гигантским бассейном. Впрочем, ладно. Спальня как спальня, тут не на что смотреть. А еще тут есть спальня для детей. Всего шесть кроватей, что является пределом для мода на многодетность. Поэтому этот мод не просто пригоден для семьи. Он пригоден для большой семьи. Места хватит всем. В том числе и гостям. Этого очень не хватало в бежуще Раека, где и одному-то не развернуться. А еще там очень темно, даже в якобы светлой версии мода. Так, что еще? Тут еще живет библиотекарь. Библиотекарь Ша. И у него, у нее, тоже есть своя кровать. На этом то, что оправдывает название комнаты, исчерпано. Все остальное это выставочные залы. Итак, центральный зал. Мое сокровище. Моя прелесть. Слева стенд для парагонов и когтей, а также для масок. Правую сторону занимают стенды под дейнрические артефакты. Практически все, что есть в игре. В центре находится держатель древних свитков и семи черных книг. На самом деле, украсив зал напоминаниями о своих подвигах, ты уже начинаешь воспринимать это место иначе. Как родное. Ему, конечно, немного не хватает уюта. Но все же. Думаю, мои единомышленники меня поймут. Надеюсь, нас тут таких много. Ну, не может же быть, что я один тут такой чукча, верно? Ладно, идем дальше. Впереди спальня, это я уже говорил. В правом крыле библиотека с несколькими полками для книг. Дизайнерски классно все обставлено. Хотя полок можно было бы и побольше сделать, учитывая сколько в игре книг, особенно с модом на книги из других частей серии. Одних только в проповеди Вивика 36. Это уже две полки, если что. Более интересно, левое крыло. Продолжение выставочного зала. Тут немало манекенов, куча витрин и держатели для оружия и щитов. А также полно ящиков, куда можно складировать свое дерьмо. Посередине зала стоит пьедестал для лука и щита Ауриэля. Далее по коридору еще одна маленькая выставочная комнатка. Тут можно разместить карту драконик захоронений, топор друг лесника, топор браконьера, кувшин посвященного, амулеты богов и некоторые иные уникальные амулеты, кости пелаги, айтериевую эмблему и корону. В общем, немало интересного. Ну то есть как немало, по идее немало, но как по мне мало. Да, это мои тараканы. И вот мы с моими тараканами посоветовались и взяли двухнедельный отпуск. Заперлись в комнате, забаррикадировались и начали ваять дом мечты. Серьезно, дом мечты. Я ведь мечтал о чем-то подобном года так с 13-го, но ничего подобного мододелы все никак не представляли. Решил три года назад собрать все сам, но как всегда то котел на ремонте, то чертей партсобрания. В этот раз я закончил работу. И давайте я наконец уже похвастаюсь перед вами результатом своего отпуска. Я, пожалуй, это сделаю в режиме прямого эфира, так что заранее прошу прощения за все связанные с этим нюансы. Поехали. Что ж, давайте начинать нашу экскурсию. Это мой персонаж. Мне надоело играть разрисованными под Артамола арганьянами. Я захотел чего-то более эстетически приятного. Если что, показывать мод я буду с небольшим таким ENB с названием Performance. Просто немножечко, так сказать, сглаживать палитру. Вот и все. И он такой темноватый. Я настроил его под свой вкус. Если что, я буду время отремни его отключать, чтобы вам было лучше видно некоторые детали. Так вот. Что первое бросается в глаза? Ну, разумеется, куда уж я без своих гобеленов с символом Агба. Который в том числе и символ моего канала. Ну, не могу я, ребят, без этого. В школе все парты я в свое время разрисовал. Ну, ладно, забейте. Так. Так, стоп. Я, походу, не поменял эту табличку. Здесь вообще тарабарщина. Да, здесь этот Test Construction Set, или как он теперь называется, Creation Kit. Да, он у нас в версии Special Edition чудит. Жутко. Ладно. Это единственный такой косяк, который я не углядел. Все, купил я ключ. Погнали, пока не вогнали. Вот. Так. Ну, разумеется, кроме гобеленов есть и другие изменения. Что хочется сразу сказать. Не смотрите на эту статую. Давайте не будем, а то он на всякий случай, то сейчас, блин, забанят. Это же Ютуб сумасшедший на самом-то деле. Вот. Смотрите лучше вот на это замечательное дерево. Моя первая идея, ну, кроме того, что сейчас буду показывать, была озеленить все вокруг. Но, к сожалению, это заняло бы дико много времени, и поэтому с озеленением я решил повременить до лучших времен, до совсем лучших времен. Все, на что мне хватило, это посадить в центре дерево и немножечко все облепить мхом. Не знаю, почему я начал именно с этого, но на самом деле это не важно. Гораздо более важно то, что нас ждет в правом крыле. Это верстаки. Давайте сразу начну с дальней комнаты. Как видите, она у нас, опачки, закрыта. А почему? А потому что я решил, что как-то уж слишком много свободного пространства было в комнате, как... Ну, короче, и в алхиматории, и в кузнице. Я подумал, что их вполне можно совместить. Что делать в этой комнате, я так и не придумал. Изначально я хотел там сделать выставочный зал с манекенами. Давайте, сейчас покажу. Ой, пардон. И даже сделал. И все эти манекены, они рабочие. Вот. И освещение, как видите, тут сделал. А эту лампу, кстати, замечательную. Эту двемирскую лампу я спер из мода двемиртех. Вот. Но я решил, что... Ну, нафиг эту комнату еще обставлять. Лучше займусь чем-нибудь другим. А потом уже подумал, что хватит. Если хотите, можете сами что-нибудь тут интересно сделать. Давайте посмотрим на то, что сделал я во второй комнате. Итак. Собственно, вот. Комната крафта. Я не стал заморачиваться и просто сгреб все станки в одну комнату. То есть, здесь... Так. Немножечко сбрасываются кадры. Давайте я выключу ЕНБИ. Тут и без ЕНБИ очень даже красиво. Вот и сразу стало плавнее, да? Вот. Здесь есть алхимический стол. Стол зачарователя. Зачарователь посохов. Также я добавил камеру зарядки пауканов. Потому что... Ну, а почему бы и нет, в конце концов. Также есть кузница небесная. Наковальня обычная. Точильный камень. Какого хрена он на английском? Понятно. Надо будет это исправить. Дубильный станок. Рабочий станок. И... И все. А, и плавильня, разумеется. И этого вполне достаточно для того, чтобы делать все, что нужно в игре. Собственно говоря, большого, по-моему, и нет ничего, да? Ну, ладно. Значит, смотрите, что я добавил, кроме небольшого редизайна. Я добавил, наконец-таки, автосортировку и подгрузку. То есть, смотрите, эта книга, например, это активатор. То есть, если посмотреть, сейчас у меня в инвентаре полно ингредиентов. Если нажать на книгу, то по этому листу, в который входят все ингредиенты в игре, да, все, что есть у вас в инвентаре, будет транспортировано вот в эту вот бочку. Сейчас, как видите, она пуста, но если нажать и немножко подождать, потому что лист там довольно-таки большой, все-таки ингредиентов в игре много. Сейчас вылетит птичка, надпись. Вот, ингредиенты помещены в контейнер. Все, вот они. Вот они все теперь здесь. Инвентарь, собственно говоря, теперь у меня пустой в плане ингредиентов. И также я реализовал автоподгрузку. То бишь, как видите, у меня ничего в кармане нет. Вот, саживаюсь за стол, и вот автоподгрузка сработала, карман забит. Опять же, заканчиваем. Карман пустой. Замечательно. То же самое я реализовал с столом зачарователя. Вот ящичек для заряженных камней душ. Ключевое слово заряженных. Обычные камни душ, не заряженные, туда не попадают, потому что мне так удобнее. Дом, напоминаю, я делал исключительно для себя. Вот этот вот замечательный черепок служит активатором. Он сортирует камни душ. Так как список из камней душ там меньше десятка, по-моему, даже меньше пяти. Все происходит быстро. Вот у меня был единственный великий заполненный камень душ. Вот он сюда и попал. А не заполненные остались в инвентаре. Здесь зачарователь посохов. Вот, сердечный камень является активатором для помещения сердечных камней в этот вот замечательный сундучок с надписью «Блин, сердечные камни». Ну, вы поняли, да? У меня с собой нет сердечных камней, но, думаю, вы мне поверите на слово, что все работает, я все проверял. И да, этот сердечный камень, хоть является активатором, по факту почему-то на него действуют законы физики. То есть, пока вы первый раз его не тронете руками или ногами, он как бы сам никуда не полетит. Но у меня не получилось сделать так, чтобы он вообще никак не реагировал на хейвок. То есть, там есть в меню галочка, что, мол, чтобы он этот самый хейвок игнорировал. Но он почему-то игнорирует его частично. Пока рукой не тронешь, вот, все в порядке. Как только начинаешь вот так вот ручонками баловаться, так сразу все летит к чертям собачьим. Учтите это, пожалуйста. Я не знаю, как это реализовать иначе. Ну, ладно, бог с ним. Так, та же самая система реализована с таким железным, не магическим крафтом. Одну секунду, сейчас там слон у меня нагуляется у соседей. Теперь, что касается железного крафта. То есть, не волшебного, короче, кузнечного дела, да. Здесь тоже есть активатор. Я уже на него нажал тут за кадром. И, как видите, все крафтовые шмотки, какие у меня были, резко переместились сюда. И, соответственно, все точно так же работает. Так. Страна. Он почему-то спрашивает про зачарование предметов, хотя здесь именно что крафт. Не знаю, с чем связана такая ошибка. Ну, бог с ним. Хотя, наверное, это не ошибка, а просто это одна из фичей тех модов, с которыми я играю. Ну, ладно, не будем об этом. Так. Ну, и с этими станками все то же самое. Ну, да, все правильно. Улучшение брони, разбор. Это не баг, это фича. Все нормально. Вот. Все работает. Все замечательно. Я люблю, когда все под рукой, не нужно бегать по разным комнатам. Разумеется, все эти материалы не мои. За скрипт автосортировки спасибо моду Leveler Stower. Она же башня Азуры. За вот эту вот замечательную лампу спасибо моду Clockwork. Шикарному, кстати, моду с шикарным домом. И шикарным квестом, и шикарным сценарием. Вообще, мод классный. Попробуйте. Как видите, я постарался не уступать в дизайнерском плане самому автору. У него тут все было намного скуднее. По простой причине. Больно много пространства. И поэтому все вот так вот плотно заставить у него не вышло. Он, ну, видимо, просто не хотел заморачиваться. А так как у меня именно что плотная застройка, то и вышло вот так вот уютно, что ли, я даже сказал бы. По крайней мере, мне нравится. Вот. Соответственно, можно спокойно хранить все вещи в сберегательной кассе, что тоже очень удобно. Ладно, давайте уже покинем эту комнату. Бассейн я никак не менял, помимо той самой статуй, на которую мы все еще не будем смотреть. Здесь я тоже совершенно ничего не менял. В этом крыле я ничего не менял вообще, просто потому что мне на него как-то плевать. Там живут не я, а я где туда вообще не хожу. Там живут NPC. Я думаю, они неприхотливые и не будут жаловаться ни на что. Единственное, что я здесь сменил, это освещение. Я заменил мигающие омни-лампы две мирские, желтоватые, на обычный красивый белый свет. На самом деле, тут было куча маленьких одиночных ламп. И вместо них я добавил одну большую по центру. Вот и все. Поэтому по краям освещение будет хуже. Но, по-моему, лично мне плевать, честное слово. Еще я убрал все, какие нашел вот эти две мирские горелки, то бишь лампы и свечи. Я не понимаю, на кой хрен их добавлять в таком гигантском количестве. Честно говоря, я этот стул хотел убрать, но руки не дошли. Возможно, как-нибудь потом, как-нибудь совсем потом. Вот эти свечи я старался убрать. Видите, убрал тоже не все, потому что этой комнатой я занимался меньше всего. Однако, тем не менее, тут все равно, по-моему, стало... Да что ж такое? Опять они... Ну ладно, ладно. Потом, потом будет патч. Да. Ладно, давайте перейдем, наконец-таки, в подвал. Но что мы видим? Входа нет. Господи, как этот... А все просто, ребят. Я убрал вход за этой стенкой там. Просто потому, что лично я ни разу не ходил в подвал. Делать там совершенно нечего. Это бессмысленная абсолютно, как по мне, комната, которая мне тут нахер не нужна. Также, наверное, вы не могли не заметить эхо, которое раздается по этим залам. А все почему, ребята? А все потому, что тут никого нет. Я убрал всех NPC. Что за дурацкая привычка в доме делать какую-то стражу, блин, поваров, еще кого-то. Я сам, кого надо, приведу. Ей замечательный мод. My home is your home. Бери любого. Нет. Хорошо, бери любого с модом на компаньонов, на ЕФ или АФТ, да. И приводись его, да. И потом уже модом my home is your home. Сели здесь в любых количествах блага движок ССЕ издания способен одновременно на достаточно сильных машинах. То есть на любых машинах, да, обрабатывать множество NPC в помещении без падения производительности в десятки раз. Вот и все. Поэтому нахер мне этот подвал, нахер мне эти NPC. И идем, наверное, в святая святых. Это то, с чем я, собственно говоря, большую часть времени возился. Это спальня. Кстати, я немножечко переназвал локацию. Теперь она называется личные покои, а сама башня называется Ноден. Ну, наверное, вы поняли, да, знак Агба, Ноден. Те, кто играл в Аркс Фаталис, должны меня поддержать. Интересно, тут такие есть? Надеюсь, что есть. Даже не знаю, с чего начать. Тут столько всего. Столько всего, правда. То есть, во-первых, посмотрите, как немножечко все преобразилось. Блин, прям мысль даже разбегается. Так и хочется рассказать про все сразу. Давайте немножко систематизируем. Во-первых, я сменил ковры. Потому что те огрызки, которые тут валялись на полу, на них было противно наступать. А вот тут... Так, стоп, а что это они грязные-то? Тут что уже, таджики, что ли, какие натоптали? Наверное, когда я собирал мод, я использ... А, да, я использовал тогда мод Рагнарёка. Поэтому у меня текстуры были более крутые и чистые. А здесь этого мода нет на игровой сборке моей. Ясно. Но тем не менее, все равно это гораздо красивее. И также я довольно-таки много времени дня три потратил на ретекстурирование всего помещения. Просто потому, что я сейчас играю в разрешении 4К. А текстуры, дай бог, в половину 1К. И смотреть на вот это вот мыло лично мне просто было неприятно. Однако я в какой-то момент понял, что дизайнер-ретекстуратор, скажем так, из меня настолько посредственный, что получается так же, что ну нафиг, вот честное слово. Поэтому я решил ограничиться полом. Как видите, я надеюсь, вы видите, текстуры намного лучше. И, ну, я думаю, вы сравните с кадрами, которые я вставил в начале ролика. Короче, намного лучше. Так, так же повсюду, разумеется, баннеры. Но сначала я хочу обратить ваше внимание на картины. Я не понимаю, почему никто до этого не догадался. Хотя, возможно, догадался, просто не использовал это. То есть по всему дому развешаны картины трех видов. Это, собственно говоря, горизонтальные, вертикальные и круглые. На самом деле они у меня все изображают порнографию. Жуткую такую, знаете, порнографию. Поэтому вместо них вы сейчас наблюдаете черноту с красными полосочками. На самом деле задумка была следующая. Любой игрок может взять любую картинку, довести ее до нужного разрешения, перекинуть формат текстур, то бишь ДДС, и, дав нужное название, закинуть в мод органайзер, например, ниже моего мода. И у них выйдет своя, так сказать, давакинская галерея. Вот, например, пожалуйста. Для примера я вставил свой, как сказать-то, свой скриншот. Вот. На ранних этапах игры, а еще вон он. Также я вставил один из рисунков синего зайца. И Владимира Владимировича. Собственно, вы можете вставить все что угодно. Картин тут, как видите, полно. Но я решил все пустые места забить картинами. Их тут вон аж сколько. О. Поэтому, насколько у вас хватит фантазии и желания, настолько можете и разгуляться. Так. Что еще? Еще, наверное, с этого стоило начать. Освещение. Я заменил его только в главном зале и немножечко в библиотеке. Так. Как видите, да. Я спер замечательную консоль из мода 2мертех. И есть несколько, скажем так, кнопок. Что касается тепла. Тепло это активное. Вот. В данный момент имеющееся освещение. То есть его можно выключить. Я пытался сделать это помещение вообще прям полностью черным. Почему-то в Legendary Edition версии у меня это выходило. Special Edition не получилось. Ну да бог с ним. Так тоже неплохо. Вот. Это, так сказать, мое... Ну, это основное освещение. Есть также альтернативное освещение. Аж раз, два, три, четыре, четыре дополнительных. Тут есть такая особенность скрипта. На них нужно нажать два раза, чтобы они начали работать. В первый раз. В остальные разы, как обычно, хватает единственного нажатия. И, судя по моим наблюдениям, если вы выйдете из дома, там, не знаю, сохранитесь, будете где-то гулять, то, вернувшись домой, вы застанете его в том виде, в котором вы его оставили. То есть свет будет тот, который вы включали, прежде чем уйти. Так, вот холодное освещение. Просто белый свет. Кстати, эти лампы, они находятся на одном и том же уровне, то есть в одной и той же точке координат. Поэтому их можно совместить без мигания текстур. Если вам нужно прям совсем светло сделать, сейчас даже ENB включу. Получается так даже как-то забавно. Странновато. Все такое холеное, непривычное, немножко даже белесое. Хорошо, давайте белый свет я выключу. Вот. Получается красиво. Прям даже очень красиво. Мне тогда же больше нравится. Далее. Еще есть... Пардон. Сейчас это все выключу. Еще есть костер. Так. Но у него есть баг, ребят. Как я не старался при некоторых положениях камеры освещение багует. Мне кажется, это баг самой игры. То есть он вдруг появился в какой-то момент. И как я не переделал, ни на что мои старания не влияют. Но в целом костерок тоже работает. Вот. Он дает настоящую тень, в отличие от двух лам, которые я показывал до этого. Они тень не дают, чтобы не отбрасывать их на артефакты в случае чего. Так что если захотите рассесться вокруг костра, там не знаю, мало ли, снять там что-то или просто... Да, хотя бы даже скриншот красивый сделать, то это вполне возможно. Ладушки. Помимо костра, тут еще есть маленький синий факел вот у этого Йольфа. Не знаю, зачем я его добавил, если честно. Правда, не знаю. Просто экспериментировал, вероятно. И то, что я назвал гигаватом, это более теплый свет. Но в целом он нечто среднее между белым и желтым. И он настолько мощный, насколько игра это позволяет. То есть обычно, чтобы все видеть, нормально хватает его. Правда, иногда картина при этом немножко бликует. Хотя я старался сделать текстуры так, чтобы они не бликовали. Но ладно, бог с ними на самом-то деле. И так сойдет. Ладно, давайте закончим в эту Ваньку валять с освещением. Я включу обычный желтый свет. Или все-таки включить вот так вот. Да, давайте вот... Нет, блин, давайте оставим как было. И да, дайте-ка я немножко побалуюсь. Вот эти вот кнопки, это на самом деле ретекстурированные сегильские камни. То есть, как вы помните, вот сейчас они статичны. И можно по ним даже попробовать побегать. И я хотел сказать, что им ничего не будет. Как видите, да, будет. В общем, все шарики разлетелись. Ребят, я правда не знаю, как с этим бороться. Если будете играть, пожалуйста, не делайте так. Вот. Ну да бог с ним. Что ж, я перезагрузил локацию, чтобы эти шарики повсюду не валялись. В общем, заканчивать тему с освещением, да, могу что сказать. Вы можете настраивать его под любой вкус. Если вам все кажется слишком белесым, можете сделать все более тусклым. И, соответственно, наоборот. Если все более... Если у вас все больно темное, то можете сделать все довольно-таки светлым. Этого я и добивался. Потому что я время от времени использую разные ENB. Поэтому теперь я могу настроить освещение, извините, на свой вкус и в прямом смысле слово цвет. Ну а теперь давайте приступим уже к самому главному. К выставочному залу. Вот тут у меня подготовлен специальный сундук, который я, разумеется, опустошу в финальной версии. Это список артефактов, точнее, это набор всех артефактов, которые можно разместить на местных стендах. Как видите, тут всего очень даже до хрена. Давайте, если глянуть сейчас в инвентарь, то это очень так немало. Короче, я постарался. Я, ребят, сильно постарался. Итак, начнем вот с этого столика. Так, что могу сказать? Я все дейдрические артефакты переместил сюда, потому что как-то они были более-менее разбросаны. Часть вот здесь, часть здесь. И это вызывало некую озабоченность. Так. Значит, что тут у нас? Тут у нас, разумеется, валендранг, топор скорби. Давайте я еще посветлее сделаю. Вот. Чтобы вам лучше было видно. Череп порчи, роза сангвина, вабаджек, разрушитель заклятий. И, кстати, это его версия из мода Зимс Зия. Вот. Такая вот аббревиатура мода, которая улучшает дейдрические и не только дейдрические артефакты. И некоторые из них видоизменяют. Ну, потому что банально так, разрушитель заклятий реально больше похож на щит без этих вот заклепок. Эбонитовый клинок, булава Молокбала, сияние рассвета, книжки, комментарии к мифическому рассвету. Я счел, что почему бы их не спереть, если есть такая возможность. Вот. Далее, снахождение, книжка и апатия вермины. Вы скажете, ребят, вернее, вот, фибрарио, да, мы же выпиваем апатию вермины, у нас же нет ее копий. Я знаю. Я считаю так. Если я прошел этот квест, я имею полное моральное право консолью себе этот предмет вернуть и сделать нечто вроде выставочного стенда. А представить можно, что просто мы, не знаю, сказали какому-нибудь кузнецу, мол, сделай нам копию на память. И он сделал вот такую вот псевдобутылочку. Вот и все. Именно по той же причине здесь у нас расположен скелетный ключ, то бишь вечная отмычка. То есть я всегда ее, разумеется, возвращаю, но тем не менее я, опять же, всегда ее выставляю на стенде, если есть такая возможность. Теперь она есть. Шкура спасителя, эбонитовая кольчуга, она на самом деле это целый эбонитовый доспех, он уходит туда за текстуру. Это сделано в избежании лишних коллизий, которые почему-то в обычном режиме вот так вот идут поперек, и к столу в итоге вот так вот не подойти. Ну да ладно, наверное, вы даже не поняли, что я сейчас сказал. Бритва Мерунаса, маска Клавикуса Вайла, далее черные и обычные звезды Азоры. Я уже говорил вам, что думаю по поводу того, что, так сказать, можно, а что нельзя, а можно то, что я захочу. Вот так, собственно говоря, я ей играю. Тут книжка «Испытание Баэти», и в конце концов она имеет прямое отношение к игре. Вернее, не к игре, а к дейдерическим артефактам. Я, по крайней мере, так счел. И «Огма Инфиниум», но с ним небольшая проблема. Небольшая с ним проблема. Почему-то вот то, что я добавляю вот сюда, то есть если посмотреть в инвентарь, у меня есть «Огма Инфиниум». У меня даже две штуки их есть. Но почему-то их скрипт не схватывает. Однако, если я сейчас консолью вызову себе этот предмет, то все будет нормально. Сейчас я вам это покажу. Одну секунду. Вот, «Огма Инфиниум» добавлена, и теперь она, как видите, замечательно ложится на стенд. Не знаю, с чем связан этот баг. Я долго ломал голову, потом просто махнул рукой. Как бы, ну, вызовем консолью, не обловимся. В конце концов, многие ее банально зачитывают, и она у них в руках рассыпается. Так что, нормально. Так, тут, значит, стенды для колец, кольца Намира и Херсина. И также кольцо Балвин, кольцо Катарины, кольцо Питти и кольцо Трея. Это, как помните, кольца с той доедрической руки из квеста с Великом Сейном. Они, в конце концов, тоже связаны с доедриком. Так что, почему бы и нет. И здесь, собственно, жертвенный клинок, который тоже с этим непосредственно связан. Далее идем к стенду воровскому. Так сказать, вот такая вот воровская малина. Здесь соловьиный лук, соловьиный клинок, журнал Гаала, я подумал, ну, почему бы и нет. Сначала была идея выставлять так все журналы, но потом я от нее отказался. Потому что устал немножко, на самом деле. А тут все, что связано с гильдией воров. Здесь плана Мерсера, здесь морская карта Восточной и Перской Компании, здесь скопированная скрижаль Калсельма, драгоценный кувшин, графин с медом Хонинга, бюст Серого Лиса, фляга, статуэтка пчелы, золотая урна, ящик огненного вина. Я подумал, что тоже знаковое такое... Не событие, ну, знаковый предмет, скажем так, уникальный в каком-то смысле. Корона Барензии, заметьте, собранная со всеми камнями. То есть обычная, по идее, сюда встать не должна. Да, ребят, пока не забыл, давайте сразу скажу. Я эти скрипты банально воровал из других модов. Ну как воровал? Брал. Сказал так, как будто реально сперу кого-то, да, что-то из-под охраны. Эти скрипты заимствованные, поэтому я их сам не писал, сам их писать не умею. Вот. И я не знаю, как сделать так, чтобы при щелчке, допустим, на активатор, скрипт проверял все версии клинка. Вот, например, словиных клинков и словиных луков существует 6 версий, которые выдаются в зависимости от уровня игрока. И я всегда брал максимальные версии. То есть, например, если вам выдали словиный клинок, скажем, на ранних уровнях, на 15-м, и вы щелкните сюда, он сюда не поместится. То есть, не переместится. Я не знаю, как это исправить. Возможно, у вас будут какие-то другие идеи в плане скриптописания. И еще. Я делал не прямоугольные активаторы, а круглые. По моим наблюдениям, а также по наблюдениям некоторых мододелов, чьи заметки я читал, прямоугольные активаторы постоянно глючат и постоянно пропадают. Их потом хрен зацепишь. Поэтому я делаю безотказные круглые активаторы. У них есть один недостаток, так как они круглые, а не овальные, непродолговатые. Соответственно, если смотреть на сам меч, то мы не увидим ничего. Ну вот, конкретно, вот здесь вот сам, допустим, находится сам активатор. И вот тут мы уже видим название, и вот только сюда можно щелкать. Я даже не считаю это недостатком. Это скорее особенность. На это же внимание можно не обращать. Но просто, чтобы вы знали в случае чего. Продолжим. Так, тут у нас левый глаз Фалмера, правый глаз Фалмера, кубок, двемирская головоломка, питьевой укажечный рог, модель золотого корабля, модель обычного корабля и драгоценный подсвечник. Вот. Получается такой вот замечательный, красивый стенд. По-моему, по-моему, это прекрасно. Что ж, продолжим экскурсию. Здесь сразу хочу обратить ваше внимание на замечательный граммофон, который я спер из не менее замечательного мода «Ешкин дом». К сожалению, спер я его криво, у меня не получилось заставить его работать, поэтому я не знаю, почему я его не удалил. Музыку он не играет, несмотря на то, что кнопки, так сказать, присутствуют. Так что не обращайте внимания. Может, вам удастся заставить его работать, не знаю. Так, с этим мы немножечко потом. Вот. Давайте начнем вот... Хотя нет, давайте лучше по кругу пойдем. Здесь я поставил 4 манекена. Зачем-то. Просто так. И, честно говоря, учитывая, как они любят шастать, я уже начинаю об этом жалеть. Ну, в случае чего, можно будет легко-легко отсюда убрать. Далее. Здесь находятся щиты. Здесь у нас щит Салитюда, который дается в награду. А здесь обычные щиты. Я их назвал щит Винтерхода, щит Донстара. Но, понятное дело, что в игре они называются немножечко иначе. Видите, щит Хьялмарка, щит Белого Берега, Исмарка и прочего. Ну, вы и сами знаете, о чем речь. Здесь топор Палача. Здесь проклятие Эгиды. Бич Троллей. Как видите, здесь, так сказать, взяты модельки нестандартные. А из мода на улучшение вот этих вот таких не очень значимых, не очень, вернее, популярных, но тем не менее тоже значимых артефактов. Забыл название мода. Я подумал, что как-то вешать сотый орочий молот или там очередную стальную секиру на стену, это как-то глупо. А вот тут вот замечательные красивые модельки. И, собственно говоря, из этих моделек весь этот стенд и состоит. Ну, кроме разве что вот этих вот шлемов. Это шлем Исхетина Жука из Дил Си первого, да, и шлем Стражника. Просто, так сказать, ну, щиты Стража, шлем Стража, почему бы и нет, подумал я. Здесь у нас Кровавый Шип, Счастливый Кинжал Вальдра, потом Лук Анги, Бич Драконов, Клинок Балара, Катана Красивая, Проклятие Красного Орла, Порыв Ветра, тот самый, который лучший меч в игре. Шутка. Клык Кавазина, потом Бледный Клинок, собственно говоря, вот все. Так. А я вот сейчас вспомнил, что забыл дубину бич-хоркеров вставить в этот зал, в принципе. Это ж надо, а. Ну, ладно. И на старуха бывает проруха. Погнали дальше. Так. Теперь в это... Теперь, так сказать, пройдемте в это крыло. Ну, продолжая экскурсию. Тут, как вы помните, был стенд для парагонов и для когтей. Он, собственно, им остался. Вон он. Обратите внимание, символ Довакина. Угадайте в трех раз, что это. Долго гадать не придется. Это, разумеется, шлем. Ну, что еще может быть символом Довакина? Далее тут, как обычно, когти, стеклянные, костяные, сапфировые. Аметистовые, разумеется, две половины. Потому что, как вы помните, по квесту он был сломан. Здесь, как обычно, парагоны. Пришлось немножко повозиться с этими модельками, на самом деле. Сюда я решил перенести стенд с амулетами из той маленькой комнатушки. Ну, и немножечко увеличить их количество. Амлет. Соответственно, богов сначала. То есть, Занитара Талоса, Стендара, Мары, Кинорет, Джулианоса, Дибеллы, Акатоша, Аркея. Далее, это жерелье Изры. Как вы помните, из квеста, который не вошел в обычное здание, но с неофициальным патчем. Этот квест снова был возвращен в игру. Это квест по четырем утерянным ученикам, господи, коллеги Винтрохолда. Вот, собственно говоря, Изра, это та женщина, которая испытывала заклинание огняного плаща и сгорела заживо. Вот это ее ожерелье. Амулет Кин. К сожалению, у него, как и у многих других артефактов, казалось бы, да, у него нет своей собственной модельки. Используется моделька древнего нордского амулета. Я не нашел подходящий. На самом деле, я искать не стал. Это были много уж мороки с поиском конкретно. Поэтому использовал тоже стандартно. Амулет Кин. Не все, кстати, знали, что, в принципе, такое есть в игре. Но, я думаю, тут можно сказать про многое подобное. Медальон Святого Джоба. Ну, это вы, наверное, знаете. Амулет Савваса Арена. Сурена. Амулет Сартала. Амулет Голдура, видите, стандартно идут. Ну, не очень красиво выходит, но уж как есть. И, походу, вот здесь надо их, конечно, поправить. Видите, они немножко провалились. Не углядел. Странно. Амулет Гаргульи. Из Дилси с вампирами, да. Нордский амулет. Из, собственно говоря, из Сартала тоже. Амулет Некроманта. Лунный амулет. Не все даже знают, где его брать. Это по квесту у одного из ханжитов. Так-то мы должны ему вернуть этот самый квест. Ну, этот самый амулет. Но у него можно его спереть назад. Амулет Артикуляции. Это награда Гильдии Воров. Амулет Костяного Ястреба. И амулет Летучих Мышей. Здесь я сделал небольшой стенд для колец. Кольцо Ночного Ткача. Это дает Фестус Крекс, если спрятать тело орка-повара. Фамильное кольцо Сребряной Крови. Если бы выполнить квест по этим изгоям так, как мне нравится. Перебью всех к херам с собачьим. Ненавижу их. Их квест этот дебильный абсолютно. Кольцо Иластей. Иластей это Арганианин, который один из четырех утерянных волшебников Гильдии. Это тоже мертвый. Обручальное кольцо. Ваше. Кольцо Муири. Тоже за квест Темного Братства, если убить одну бабенку. Забыл имя. Здесь Превосходный Сапфир, который дает сама Сапфир, если разузнать о ее, так сказать, родителях, скажем так. Сюда Талисман Алавы. Как видите, моделька одна и та же. Это не мой косяк. Это так в игре. Здесь Кольцо Волшебства и Кольцо Некромантии Господина Азидала. А тут просто, ребята, для симметрии добавлена вот эта вот штука. Я так и не нашел никакого другого кольца, которое можно было бы сюда положить. Если есть какие-то идеи, пишите по кладу. Да. То же самое касается вот этого замечательного квадратика. Тут у меня раньше что-то стояло, но потом я это переместил, а квадратик остался. Чтобы потом по сто раз все не настраивать, я решил оставить. И он так и не пригодился. Здесь же, прошу прощения, здесь же статуэтка Дебеллы, не путать с дебилом, серебряный подсвечник и, соответственно говоря, серебряная заготовка. Да, мы их отдаем по квесту, но я уже говорил, что мне плевать на это. Фамильная реликвия Аритина, стандартная тарелка, вилка Бальвуса, ложка из грамора, боевой рог Торога, позолоченные наручи. Если не помните, откуда это, то я скажу вам, что я тоже не помню, честно говоря, но есть такой артефакт. Бутыль с кровью, ну, понятное дело, откуда. Белый флакон, снадобье фантома, аса, скума, ну и драконий камень. Получается вот такой маленький, но уютный стендик. Вот, и тут тоже все красиво и цивильно. Так, далее, далее переходим к маскам. Тут у нас все по старинке. Кросис, Вальсунг, Рогот, Хевнарак, Атар, Маркей, Вакун. Заметьте, маски тоже взяты нестандартные, а тоже из мода на ретекстурирование и ремоделинг масок. Забыл название, но выглядит шикарно, хотя есть минус. Выбиваются из масок Драгонборна. То бишь, вот, если взять Закрисорша, Дукана, Мирака и Азидалау, они уже выглядят как-то более так, более классические. Не так и вычурно. Однако, канарик, деревянная маска, накрин. Видите? Красиво. Здесь картина. Не скажу, что она не нарисована. Ладно, она не нарисована как жидко. В изначальной версии. Карта Печати Смерти, то бишь, карта Салтсхейма на самом-то деле. Карта Древних Драконьих Захоронений. Нет, не Древних, просто карта Драконьих Захоронений. И я не знаю, почему это колбай. Смотрите, если вызвать консоль, то видно, что она как-то стабилизируется. Но почему-то в обычном режиме она как будто плывет. Такое ощущение, что она находится одновременно и в этом мире, и в обливионе. Не знаю, ребят, с чем это связано. Ни разу с таким не сталкивался. И так и не понял, что это и как это чинить. Опять же, если есть идеи, говорите. Потом как-нибудь починим. Далее. Продолжаем выставку масок. Ну, собственно говоря, маска культиста. Сами знаете, кинжал Драконьего Жреца. Как видите, я тут попытался уместить все, что связано с драконами. Поэтому у нас тут ключ-череп Торстена, ключ-череп Сарека. Это чтобы найти Акина и Душ, как помните. Череп Колбьорна из Кургана Колбьорна. Курган Колбьорна, что ли называется, не помню. И череп Древнего Путешественника. Такой вот стенд черепушек, но до костей мы еще дойдем. Тут посох Мирака. Опа. Автосохранение, понятно. Посох Мирака и посох Хевнарака. Короче, посох Раков. И меч Мирака. Вот. Здесь все. Теперь переходим сюда. Тут Диадема Ученого. Тоже уникальный артефакт. Совсем не уникальной моделькой. И уникальным, кстати, зачарованием. Шлем Ингола. Замечательный. Потом Этериевая Эмблема. Этериевая Корона. Этериевый Щит. И Этериевый, пардон, посох. Ну, как видите, все Этериевые артефакты. Потому что могу. Сюда Жезл Управление Пауками вешается. Потом черный Двимерский Лук Судьбы. И Зефир. Тоже Двимерский, но не черный. А сюда уже Тарч Кровожадности. Что, думали я забуду, что ли, о нем? Хрен там плавал. Вот. Сюда. Здесь у меня стенд костей. Череп Орвака. Череп Корстага. Череп Потемы. Кость Пелагия. Вот. Такой вот мини-некрополь. А сюда у меня сапоги Моварта. И сапоги Хищника. Да. Тодд Говард. Нет, но я понимаю, что игру делал не Тодд Говард в одиночку. Он всего лишь представитель всего этого, блин. Сообщества, скажем так. Но, тем не менее, назвался Грузьем. Ну, короче, молодцы, Бетезда, молодцы. Добавить 500 тысяч миллиардов артефактов и всем им сделать одинаковую модельку. Серьезно. А между тем, сапоги Моварта, сапоги Хищника, они уникальны. А так по виду и не скажешь. Это у них еще с Моровинда. Хотя даже в Моровинде было гораздо больше уникальных моделей. Но давайте сейчас не будем об этом, иначе ролик растянется. Посох Магнуса. Посох Юрика. Господи, я эту еврейскую фамилию никак выговорить не могу уже несколько лет. Голдурсона. Голдурсона. Ну, короче, посох Юрика. Юрика. Опять же, в каком-то из модов его моделька немножечко меняется. И поэтому, если он у вас будет немножечко выше, чем вот, чем он висит сейчас, то, извините, я настраивал это под свой набор модов. Волшебный посох Гатнора. Он ничем, по большому счету, не отличается от остальных. Обычный слабенький посох. Тем более, походу, учитывая, где мы его находим, он бракованный, но он в своем роде уникален. Хотя бы названием, почему бы и нет. Посох Рунвальда. Или Рунвальда, как правильно, не знаю. Ну, и глаз мелкий. Такой получился вот стенд с посохами. Здесь лук, бич, мага. И меч душегуб. Это из лабиринтиана. Собственно, кольцо. Ключ-кольцо лабиринтиана. И сигильский камень. Если сигильский камень у нас остается после квеста, и мы можем пинать его, как футбольный мяч, то вот кольцо, разумеется, уже только консоль. Потому что мы его используем для входа в лабиринтиан. Но это еще не все. Да. Закончили здесь. Переходим к центральным витринам. Здесь, к сожалению, во всей красе можно видеть то, о чем я только что говорил. То бишь, вот. Это у нас Эдуш и Окин. Уникальные артефакты. Что мы видим? Конечно, текстуры тут хорошие. У меня стоит ретекстур всех вот этих вот, всех мечей в игре. И не только мечей. Да, поэтому смотрится красиво. Но, блин, это же самое обычное древнее нордское вооружение. Перчатки замочных дел мастера. Это по квесту Темного Бородства выдается. Черный клинок Голдура. Черный лук Голдура. Уникальные артефакты. Вот посмотрите на эти два уникальных артефакта и скажите мне, а они правда уникальны? То есть, по факту, технически, они действительно уникальны. Но внешне, ну что это, ну что это за халтура? Ребят, если найдете какие-нибудь моды на нормальные модельки, делитесь. Ну правда, я это исправлю. Я не могу на это без слез смотреть. С этой стороны у нас Секира Кровосос из Лабиринтиана вместе с этими гражданами. Призрачный клинок. Это уже не оттуда. Это уже не помню откуда. Но он тоже считается как бы уникальным. Хотя имеет модельку Меча Душегуба. Ну и пес, как говорится. Здесь лютый. Да, мы отдаем его Мьолу-Львице. А потом мы можем у нее его спионерить. В конце концов, Рифтон, это пристанище воров над Слейдией своими шмотками. А можно просто взять ее в жену и забрать себе его официально. Правда, я играю за женщину, поэтому нет, нельзя. Ну, собственно говоря, насрать. Лютый охладитель. Ну, спасибо, хоть сменили цвет. Уже что-то. Далее. Тут у меня череп тролля. Туда он, извините, не поместился. Если хотел, сначала вот сюда. И потом подумал, а что у меня тут будет пустая? Это витрин такая, да? И вот сюда двемирский паучок. За двемирскую шерстерню. Можно сюда его поставить, если что. Это я в конце уже добавил. Просто нашел такое маленькое пустое место. И подумал, почему бы и нет. Сюда я хотел добавить стрелы всех видов. Луки там, пушки. Но я до этого дошел уже ближе к концу. И я так устал. Все это вот дизайнишь. И подумал, ну, как-нибудь потом. Как-нибудь совсем потом. Потому что мне сейчас и этого хватит за глаза. Я уже банально устал, ребят. Поэтому вместо этого развесила картина. Но вот тут остались места для арбалетов. Для стального, для двемирского и для улучшного двемирского. Которые, да, имеют одну и ту же текстуру. Модельку. Ты, господи, халтур я не могу. Да. Две статуи стоят тут неспроста. Статуя из Грамора держит Вутруд. И подпирает с собой шит. Собственно говоря, щит из Грамора. Сюда я поставил, наверное, правильнее будет сказать. А не положил. Да. Поставил Бладскал. С этой стороны у нас Ауриэль. Держит лук и подпирает шит тоже. Тут нож Скобель. Ковшин посвященного. Флейта Танцора. Так. Длинный молот. Да. Ага, все правильно. Длинный молот. Не помню из какого квеста, но тоже считается уникальным. Стальная секира пылких душ. Ну, моделька обычной стальной секиры. Но, тем не менее, зачарование на ней уникальное. Меч Хьялти. Ну, очередная... Очередная моделька древнего нордского меча. Хьялти, если кто не знает, это имя Талоса. Хьялти раннебородый. Так звали Талоса, когда он был еще нордом. Вот такие вот дела. По факту это меч того, чей амулет висит вон там. Да, такие вот дела. И такой вот подход к созданию артефакта. Неуникальная моделька, настолько вот уникальные вещи. Халтуры я не могу. Лук охоты. Ну, да, тоже обычно деревянный лук. Ну, я даже, наверное, об этом уже говорить не буду, иначе только это и буду говорить. Посох Халдиры. Ну, я думаю, вы знаете, что это и откуда. Настроечная сфера. Двимерская. Экстрактор. Он же извлекатель эссенции. Не знаю, почему он так заковыристо его назвали. Извлекатель эссенции. По-моему, он экстрактор. И заполненный рунический словарь. Да. Так. Где мы еще не побывали? По-моему, уже везде, кроме... А, да. Стенд. Ну, стенд со свитками ничуть не изменился. Он такой же, как и был в оригинале этого дома. И плюс стенд 7 черных книг. Вот так вот. Но это еще немножечко не все. Я еще сделал стенды для некоторых животных. Вот, собственно говоря, медведь. Все это делается за шкуры. Если что. То есть шкура медведя, да? Вот. Делает тут медведя. Шкура белого медведя. Потом... Здесь, да. Да, кстати, здесь вот друг лесника еще. И топор браконьера. А тут у нас волк. Здесь пещерный медведь. Здесь хоркер. За клык хоркера. Здесь рыбоубийца. За чешую рыбоубийца. Вот тут мне уже пришлось справить скрипты. Я справился. Гонча смерти. За... За шейней гончей смерти. И... Грязи краб. За клешню грязевого краба. Соответственно. Еще один волк. И... Снежный саблезуб. Ну, вы знаете, что для этого нужно. Так. Все, что ли? Так. Дайте... Дайте-ка вспомнить. По-моему... По-моему, все. Но, по-моему, даже то, что я показал, это, ребят... Ну, согласитесь, немало. Это заняло у меня очень много времени и много сил. Ну, давайте я покажу, что стало с другими комнатами. Так. Значит, я немножечко поправил тут ковры. Или они тут такие были? Честно говоря, не помню. Честно говоря, плевать. Значит, смотрите. Этот меч так и будет тут теперь валяться. Просто уберите его и все. Не обращайте внимания. Я не справился с закреплением. Здесь я ничего не менял, кроме как убрал вот отсюда этот постамент для щита и лук и перенес его, соответственно, туда. А здесь еще, так сказать, наследие вот этого вот мода, который я менял, да? Вот здесь какая-то из стоек заедает. То есть мы можем оружие туда вставить, а потом вынув назад уже не положить. Как-то это странно. Я решил это сейчас не справлять, потому что, ну, мне хватает вот этого, в принципе, всего. Да и того, что там тоже мне хватает. Поэтому здесь я, ребят, ничего не менял. И здесь можно все, что не касается артефактов, размещать и любоваться. А здесь снова все заперто. Как вы помните... Так, не то. Как вы помните, в той комнатке был маленький выставочный зал, но я полностью сюда перенес, и сейчас здесь нету абсолютно ничего. Смотреть там не на что. Так, еще... Что я еще переделал? Еще немножечко, немножечко переделал библиотеку. Так, библиотека. Я немножечко сменил тут освещение. Это, наверное, будет лучше видно, если здесь его вновь вернуть. Так, а я уже забыл, что я на включал. Да, вот. Сделаем вот так вот. Смотрите, какая прелесть, а? Ну, разве не прелесть? Серьезно. Вся история Девакина в одной комнате. Ну, правда. Здесь я немножечко сменил освещение. Теперь оно дает тени, что как бы логично, да? Вот. И... Теперь тут не миллиард источников освещения, а всего лишь два. Ну, еще один в этой комнате. Но так как в ней сейчас никто не живет, ее можно, в принципе, даже не открывать и плевать на самом-то деле. Я убрал этот долбанный столик, который тут мешался. Зачем тут вообще стоял? Непонятно. Я хотел добавить больше книжных полок, но у меня, ребят, не получилось. Я все делал по инструкции, но что-то вот у меня не работало. Так что полок осталось только же, сколько и было. Хотя надо тут их, конечно, сделать больше. Я хотел сделать уникальные стенды для некоторых уникальных книг. Например, ну, не только для уникальных. Например, для «Поцелуй милосердная матушка», для подписанного Карасиусом Курио, фолианта похотливой Органианской Девы, для дневника Джиоба, ну, и для других подобных вот журналов, дневников. И хотел-то сделать там же, где закреплены свитки, но я уже на тот момент сильно устал. И как-нибудь потом книги, уж так и быть, я пока могу хранить в сундуке. Не страшно, благо сундук тут все еще есть. На это внимания не обращайте. Я потом все это удалю. Ну, сундуки будут пустыми. Так, это тут все осталось, как было. Больше тут, собственно говоря, изменений никаких внесено не было. Не было вообще никаких изменений внесено в эти вот комнаты детские, потому что как-то и плевать на самом-то деле. Вот. Но зато было внесено одно малюсенькое изменение в жилую, в наши личные апартаменты, в жилую комнату. Это зеркало для изменения внешности, скрипт которого я спер, опять же, из убежища Райека. Ну, на самом деле, скрипт распространенный. Наверняка, и он его тоже откуда-то спер. Ты и ты не имеет никакого значения, на самом-то деле. В общем, теперь можно вполне легально не бегать во флягу, а менять внешность здесь. Вот такие вот, ребят, дела. На этом, я полагаю, экскурсия окончена. Конечно, конечно, это не предел совершенства, но думаю, что теперь я наконец-то смогу успокоиться и по-человечески поиграть в Скайрим. На. Вот такая вот получилась, ребят, экскурсия. Такое вот у меня представление о доме мечты. Кстати, забыл сказать, что теперь из этого дома, из любого его помещения, можно свободно телепортироваться, не выходя на улицу. По-моему, это прекрасно. И странно, что эта функция была урезана в других домах. Очень странное решение. Что ж, сандом получился местами, разумеется, несуразным, согласен, но это лучшее, на что я способен. Я всего-то внес изменения в чужое, а уже умаялся, как не знаю кто. И понимая, как тяжко делать качественные моды, я выражаю огромную благодарность всем авторам тех модов, у которых я позаимствовал материалы. Лазу, Ёшке, Райеку, Вильям Сия, и многим другим парням и девушкам. Как уже сказал, мод я делал для себя, но вы можете смело его брать и изменять как душе угодно. Если вы хотите, я могу даже показать, как это делать в рамках рубрики «Танцы с Бугном». А вообще, мне очень интересно, что вы думаете по поводу моих наработок, а также по поводу того, как и что здесь можно улучшить. Кто знает, возможно, общими усилиями мы действительно построим наш общий дом мечты. Пока, анвахи. Отписывайтесь от канала, ставьте дизлайки и не вздумайте оставлять комментарии. И да проклянет озор от тех, кто не моет руки перед колдовством. До встречи. Чужестранцы достали. КОНЕЦ